Денис, приветствую тебя! Привет! Отпередуя с тобой совместный эфир, когда мы разбираем аналитический фонд с позиции техники и фундамента. То есть две точки зрения на то, что происходит в моменте на рынке, но много раз я уже отмечал, у нас с Денисом получается очень хороший тандем, потому что мы на средний для долгосрока смотрим в принципе в одном направлении, и как показывают последние тренды и динамики публично-финансовых активов, мы очень часто прямо попадаем в середину и даем возможность вам уже окончательно решить для себя, как действовать, стоит ли придерживаться рекомендаций или нет. Надеемся, что вы все-таки уже торгуете, основываясь на чем-то мнении, но параллельно фильтруете альтернативную точку зрения через вашу систему, потому что, конечно же, верить в таком одностороннем порядке и всецело доверять не нужно. Мы все только лишь пытаемся разобраться в том, что на рынке происходит. Мы с Денисом не претендуем на истину. Первые и последние инстанции тоже, конечно же, не можем наверняка быть уверены в том, что активы поведут себя так или иначе. Ну что, Денис, мы с тобой ранее касались темы потенциального дефолта в американской экономике или, как, наверное, правильнее сказать, дефолта американской экономики. Вот этого банкротства, которое ожидается в середине этого месяца, то есть фактически дедлайн, если мы обозначим, меньше двух недель уже остается. Кто упирается в вопрос потолка государственного долга, когда этот вопрос будет решен, когда республиканцы, демократы смогут прийти к общему знаменателю, договориться и продлить. Либо период действия потолка на какое-то промежуток премии, либо просто закинуть уже новую планку, там не 28 триллионов, 35 триллионов, почему бы и нет. Мне кажется, что, конечно, в счете такое решение будет принято. Как бы то ни было, пока что. Сегодня, кстати, исходя из фундамента, могу сказать, что если не врут заголовки отдельных средств массовой информации, сегодня будет очередное голосование по этому законопроекту. В частности, в Сенате эту идею вчера поддерживали. Сенат, кстати, это как раз последняя часть Конгресса, вторая часть Конгресса, которая должна расставить все точки. И уже конкретно республиканцы, которые там присутствуют, либо голосуют за, либо голосуют против повышения лимита государственного долга. Мы также с тобой отмечали, что, безусловно, в самый последний момент этот вопрос будет закрыт. Но пока что мы видим, что на рынках сохраняется паника. Эту панику легко, предсказуемо и красиво можно использовать, наблюдая за тем, как пользоваться локальным способом доллар, который уже претендует чуть ли не по индексу доллара смотреть на отметку 94.50. И раскладажа рисковых активов евро, да и вообще всех за этими случаями. Вставка демонстрации экрана. Так, друзья, сейчас, в частности, индекс доллара, наверное, не будем сегодня разбирать в целом тенденции. Понятно, по евро доллару. Я на своих брифингах ранее рекомендовал предсказуемо шортить европейскую валюту против доллара, потому что евро один из главных аутсайлеров рынка. Ну, потому что мы все знаем оценку корреляции с индексом доллара на фоне повышенного спроса на бакс. Евро приседает, в частности, еще слабость евро устроена не только укреплением позиций доллара, но еще и мягкая риторика европейского центрального банка. Топливный кризис для еврозоны. Сейчас месяц-другой все начнут получать чеки за отопление по мере начала зимнего сезона в Европе. И пойдет пани. Вот эта волна серьезных экономических потерь, которые будут ассоциироваться неверным, неграмотным и недальновидным управлением в рамках еврозоны. В общем, вот такие политические риски тоже будут назревать и, в конце концов, дополнительно ударить по позициям европейской валюты. Я даже не знаю, что сейчас можно выделить среди факторов, из-за которых евро можно было бы даже купить. Но когда, возможно, доллар окончательно определится с таким долгосрочным вектором, я полагаю, что до разрешения вопросов по толпу и до выхода в завтрашних данных по Non-Farm Perils, мы будем находиться в таком подвешенном состоянии. Но этим подвешенным состоянием, как я уже отметил, лучше сейчас пользоваться. Считайте, что по евро-доллару, который я сейчас локально откатил, но все равно очевидно здесь остается в рамках нисходящего тренда. Котировки 1.15 почти 70. Вот вам, пожалуйста, идеальная точка входа, даже если подчертить линию примерно около того, чтобы шортануть целями 1.1450-1.15. И лично я рекомендую этой сделкой руководствоваться, потому что полагаю, что сегодня-завтра евро-доллар ниже отметки 1.15 мы можем увидеть. Помимо общего фундаментального фона еще есть такой фактор, как индекс рыночных настроений, который в рамках клиентского пула компания «Маркетс» сейчас буквально вопит о том, что большинство залезло в ланги, считая, что евро уже на своих донных уровнях. Но прежде чем европейская валюта развернется в средней смешной перспективе, я думаю, что мы увидим еще добудет уровень, который я обозначил. Что касается рынка нефти, нефть – это, безусловно, и бренд, и WTI – один из самых динамично растущих активов последнего времени. Если говорить про WTI максимальный уровень с 2013 года, бренд пока не обновил максимум за такой большой промежуток времени. Но был уже на грани этого. Фактически хайхи чуть ли не на отметке 83.50. Сейчас идет коррекция. Мне кажется, вполне логичная, предсказуемая, ожидаемая после такого взрывного роста. Но думаю, что потенциал роста этого на рынке еще не исчерпит. Вот по мере снижения формы скользящей средней, это в районе 80 долларов за баррель, 80-79.50 – спекулятивная, рисковая сделка. Подобрать, снова выкупить с целями 83-85 долларов за баррель. Причем здесь фон положительный, позитивный. И почему я настолько оптимистично смотрю на рынок нефти? Потому что заседание ОПЕК, которое прошло в пятницу, точнее, в понедельник, мы помним по решениям. Уровень нефтедобычи остался в силе, никаких нового договоренностей. Производство будет увеличиваться на 400 тысяч баррелей, которые, как многие отмечают, недостаточно, чтобы покрыть спрос. Из-за вот этого топливного кризиса, газового особенного. Сейчас дополнительно вырос спрос на нефть в диапазоне от 750 тысяч баррелей в сутки до полутора миллиона. А зимний отопительный сезон только начинается. Поэтому логично по рынку нефти увидеть еще более высокие уровни, на которых я, собственно, и рекомендую ориентироваться тем, кто присматривается сейчас к трейду и ищет оптимальную точку отхода. Но по остальным активам, то есть евро как бы эталон риска, бренд это сырье, индекс доллара в двух словах сказал, в остальные инструменты пока бы сейчас не лез тем, кто еще не открыл позиции. Денис, слово тебе. Если есть желание, если есть особая потребность прокомментировать и большее количество инструментов, как говорится, все зависит от тебя. Можешь, если хочешь. Ну, можно и остановиться и на нефти и евро тоже. Да, Артем, на самом деле есть что сказать по евро и по нефти. Особенно вот по евро. Мне очень нравится ситуация, на самом деле. Ты прокомментировал касательно ее дальнейшее снижение евро. И здесь я буду согласен, потому что у нас есть очень классная зона продавцов. Вот она. Единственное, конечно, я бы лимитом не стал от этой зоны работать. Вот как она выглядит. Сейчас, секундочку, я диапазон ее помечу. То есть, нижняя граница этой зоны в районе 1.15, в общем, 1.1585 примерно это будет ее нижняя граница. И 1.1615 – это ее верхняя граница. И при подходе цены к этой зоне я бы, конечно, советовал рассматривать продажи, потому что у нас здесь очень классное сопротивление. Это раз. Во-вторых, при снижении здесь как раз находилась нижняя граница канала. Это два. То есть, это тоже дополнительное сопротивление уже будет оказывать свою роль. И, как по мне, то как-то не хватает добоя, действительно, не хватает добоя, особенно в район 1.15. То есть, если там, скажем, на этой неделе, там, вчера или позавчера я ожидал, что цена добьет в район 1.15, то сегодня этот добой выглядит, ну, действительно, очень даже реалистичным. Потому что, ну, это всего лишь, на самом деле, от вчерашнего минимума находятся там каких-то несчастных пунктов 30 всего лишь. Вот. Поэтому, в принципе, продавать – да. Я согласен, что продавать можно. Касательно нефти. Нефть у меня исключительно лонгова. Мы с тобой тоже уже не раз смотрели на нее. Говорили цифру 80. Плюс-минус эта цифра была у нас на этой неделе уже взята. В районе 79-70 была у нас цена на этой недельке, то есть максимум сделали. Здесь у меня как раз была контрольная маржинальная озонка, и, ну, можно видеть на графике, прям очень красиво цена ее протестировала. Сейчас формируется коррекция. Я считаю, что вот этот диапазон, этот диапазон у нас из-за на покупателей. И также накопление сделано в районе 73-75, 75-25. Вот такой диапазон. Да, диапазон не маленький. Но, тем не менее, все равно в этом диапазоне у нас самая-самая ближайшая поддержка находится. Если цена попытается пройти чуть ниже, у нас здесь вот такая зона. Но, если честно, я реально сомневаюсь, что цена сможет аж сюда углубиться. Поэтому я думаю, что локально цену сбросят. И затем уже продолжится рост где-то в район 80, возможно, даже чуть выше. Потому что с позиции опционов у нас верхняя граница рынка на следующий месячный контракт вообще находится в районе 85. Вот здесь 85-86 в этот район. Плюс ко всему, здесь еще находится также и точное обливание объема. То есть весь этот диапазон получается у нас как бы целевой. То есть целевой для крупных рыночных участников. И поэтому я считаю, что да, действительно у нас нефть будет лонговой. Ну и, соответственно, с ближайшей поддержки ее можно будет рассматривать с точки зрения покупок. Поэтому нефть в покупке, евро наоборот в продаже. Тем более даже вот сейчас такая маленькая свечка формируется с точки зрения сопротивления. Поэтому тут у нас с тобой сегодня абсолютно полная синергия работает в плане анализа. И да, действительно я считаю, что вот так у нас будет формироваться оскок. Кстати говоря, касательно вот того же индекса доллара, вот мы с тобой на прошлой недельке его смотрели. То есть по индексу бакса уже, в принципе, цена достигла нужной зоны. И будет, если не сегодня, то завтра или на следующей неделе будет формироваться уже полноценный отскок. Поэтому здесь нужно быть очень-очень осторожным в плане полноценного отскока по индексу доллара. Ну и, соответственно, остальные валюты за ним пойдут в противовес. Такое у меня мнение. Согласен по индексу доллара, что разворот, кстати, может произойти, причем триггером, друзья, может выступить как раз все-таки достижение компромисса по потолку посторонного долга. Почему бы нет? Если сейчас растут на неопреденности и опасения за дефолт, то, конечно же, снятие с повестки обсуждения этого вопроса позволит участникам рынка выдохнуть. И, может быть, снова будет тотальный спрос на риск. Либо вот второй фактор – это завтрашние данные по non-farm barrels, которые будут влиять на решения ФРС касательно программы количественного скейкчения. В общем, новостной фон интересный. Мы с Денисом продолжим следить вместе с вами, рассказывать о самом интересном, что будет в плане конкретных торговых сделок, рекомендаций. Денис, тебе большое спасибо, что смог найти время. Тогда классного закрытия недели, хорошего трейда по non-farm и классных выходных. И увидимся на следующий. Пока. Да, Артем, спасибо большое. Тебе тоже отличных выходных. И нашим как раз зрителям, подписчикам тоже желаю замечательно закончить эту торговую неделю и войти в новую с новой прибылью. Спасибо. Пока. Пока-пока.